Слава Богу! Еще раз с праздником, дорогие друзья! С праздником! Христос родился! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Ребята, я к вам иду. На какую тему я проповедовал в прошедшую прошлый раз? Кто скажет? Тише, не подсказывайте. Какая тема была у меня? Кто скажет? Хорошо, конфеты приготовил, не получилось. Но говорят, хорошая была. Спасибо. Главное не отвлекаться. Правда, ребята? Главное не отвлекаться. Брат Володя, вам спасибо. Значит, он призывал к добрым делам. Что это значит? На праздник сделать доброе дело хотя бы одно. Если не сделал, праздники продолжаются. Я вот с помощью вашей сестры Гали дал карточку. Да, ну, улыбается человек. Библию прочитала два с половиной раза. Слава Богу! За год. Слава Богу! Особо благодарен сегодня певцам, которые пели здесь. Была младшая группа прославления. Просто хочу сказать спасибо. Это те песни, которые надо петь на праздник. Есть песни, которые мы поем всегда. А есть песни, которые надо петь на праздник. Я даже одну по-английски пел. Там такая, ого-го-го-го, что-то такое. Надеюсь, вы тоже пели. Слава Богу! За все, что мы имеем от Бога. Аллилуйя! Я хочу сегодня проповедовать на тему уроки Рождества. Уже как бы часть праздников закончилась, прошло что-то. Жизнь продолжается. И мы можем из всего хорошего извлекать очень хорошие и полезные уроки для себя. Поэтому тема моей проповеди сегодня – уроки Рождества. Мы здесь, чтобы учиться. Учиться смиренного у ног Христа. Слава Иисусу Христу! Первое место, которое мы будем читать, это написано Луки, 2 глава, 7 стиха. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада свою. Вдруг пристал им ангел, и слава Господня сияла их, и убаялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. В чем она состоит? «Ибо ныне, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». «В мир пришел Спаситель». Аллилуйя! Вы знаете, друзья мои дорогие, очень трудно даже представить, сколько погибло людей из-за того, что спасатели опоздали, или их вообще не оказалось на месте. Вы согласны со мной или нет? Когда мне было шесть лет, так случилось, что у нас дом загорелся. И приехала пожарная. Тогда была еще на лошадях. Прискакала пожарная. Но оказалось, воды там очень мало, и дом сгорел. Пришлось в течение года жить в сарае. В то время было минимум шесть маленьких детей. Спасатели опоздали, не приехали вовремя. Но я здесь, чтобы сказать, для всех живых Спаситель пришел вовремя. И Он желает спасти и помочь тебе. Спасатели нужны там, где есть нужда. Он не случайно пришел в мир, чтобы помочь тебе, чтобы спасти человечество. Это Божья любовь, Божья благодать и Божья милость. Вообще, то, что я прочитал, я хочу сказать чуть-чуть своими словами. От Назарета до Вифлеема, где-то 130 километров. Куда они двигались с целью там переписи. Помните, да? И хотя тогда тоже были какие-то там ослики, лошадки, но в принципе для беременной женщины это было нелегкое путешествие. Именно поэтому написано, что пришло время ей родить там. И именно в этом городе, в Вифлееме, родился Иисус Христос. Это, можно сказать, самый, самого важного ребенка в истории человечества родила мама Мария. Что необходимо нам, друзья, сегодня, чтобы быть спасенным? Что необходимо нам для личного спасения и для спасения других? На этот вопрос и на другие вопросы я буду отвечать сегодня. Вообще, что такое церковь? Вы можете сказать, что это дом Божий, это будет правильно. Это дом молитвы, тоже будет правильно. И есть несколько определений, но это, я хочу вам сказать, не часто употребляется, это еще и роддом. Слышали вы когда-нибудь? Где люди рождаются, для новой жизни? Вообще, Христос пришел в мир не с той целью, чтобы перевоспитать человека, а чтобы переродить его, чтобы человек получил новую природу. Есть природа свиньи, она, к сожалению, в грязь тянется. сколько ни мой свинью, она свою грязь или болото найдет. И так как помочь свиньи практически невозможно, чтобы она была чистой, в мир пришел Христос, чтобы ту природу, которую мы унаследовали от Адама, которая тянется к греху, в болото, изменить, переродить, чтобы человек стал другим, новым человеком, который тянется к Богу, как овца, убегает от грязи. Чисто в грязь не тянет. А как у вас? Будьте благословенны. Я об этом буду говорить сегодня, поэтому я сейчас даю как бы направление, куда мы будем дальше двигаться. Три состояния семейных пар. Первое состояние. Это те, которые не могут родить ребенка. Правда, такое бывает? Это люди, которые нуждаются в помощи, в поддержке, в понимании. Правда или нет? Об этих людях хорошо молиться, служить, поддерживать, чтобы они не унывали и не сдавались. Такое состояние бывает. Поэтому вы можете вот в наступающем году, если вы знаете таких людей, подойти к ним и сказать, поздравляем, у вас скоро будет ребенок. Есть люди, которые не могут родить ребенка. Второе состояние. Те, которые не желают рождать детей. Таких среди вас нету или очень мало, но бывает. почему это бывает? Ну, такое вот есть выражение поживем для себя. Я здесь, чтобы сказать, у вас вряд ли получится так особо для себя. Но иногда люди так пытаются жить. что Библия говорит насчет этого. Или по поводу этого. А Христос за всех умер, чтобы живущие, как дальше написано? Спасибо. Уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Это очень серьезно. когда я как-то работал еще там в бывшем Советском Союзе, у меня уже было трое детей или четверо, а мой напарник, который зарабатывал больше, говорит, я, Виталий, больше одного не прокормлю. Интересно. Как-то у меня получается, а он не может. Я троих, четверых, а он одного. Он просто так вот, как бы сказать, внушил себе и на этом стоит. Но я здесь, чтобы сказать, если Бог дает детей, он дает и на детей. Вообще, обратите внимание, можете это проповедовать другим, что аборт, например, он не решает проблему беременности. Почему? Потому что женщина, она все равно остается матерью. Матерью младенца, которую она никогда не увидит и никогда не забудет. есть люди, которые не желают рождать детей. Вы знаете, у нас недавно тут была гостья под лет 90, и мы просто общались, и она говорит, у меня вот есть еще сестра старше меня и больше никого. Я думаю, что я буду делать, если что-то случится, если она умрет? Она говорит, может быть, к вам приеду. Может быть. Но я здесь, чтобы сказать, что слава Богу за детей. Бог дает детей, и Он дает на детей. Поэтому будьте благословенны в ваших детях. И третья категория, это те, которые рождают детей. Это особая категория. Почему? Потому что это люди блаженны, счастливы. Библия говорит, что блажен человек, который наполнил имя колчан свой. Будьте благословенны, будьте блаженны, молодежь, семейные пары. Вы меня слышите? Спасибо. Один ребенок услышал. Смотрите, как есть написано, послушайте. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет вера в любви и в святости с целомудрием. Я сейчас не буду какое-то толкование вам говорить, но послушайте меня внимательно. Если пребудет в вере в любви, в святости с целомудрием. Что это значит? Первое, что вы должны знать, что женщина после третьего ребенка уже совершенно другая. твой муж, он твою грубость и твои упреки долго терпеть не будет. работая над собой, еще скажу вам одну истину важную, что бывает так, иногда семью штормит. То вот если вот нету детей, ну как бы говорят, нас ничего не связывает в принципе. но когда они есть, иногда мамы, иногда папы говорят, я бы может быть и что-то предприняла, но мне детей жалко, я так их люблю, а вместе с детьми и мужа. Есть обстоятельства, которые нас меняют, делают помягче, по-добрее, правда? В том числе и наши дети. Слава Иисусу! Мы идем дальше. У меня проповедь сегодня очень такая интересная. Она ближе к роддому. Не смущайтесь. Просто получите жизненно важные уроки. Три задачи мамы при рождении ребенка. Родить. Помните, она родила, она спеленала, и она положила в ясли. Я еще раз повторяю, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила ее в ясли, потому что им не было места в гостинице. Я некоторых просто мам спрашивал, что самое трудное при рождении ребенка. но они отвечали по-разному. Одни говорят, что это просто шок. Другие говорили, что это шторм. Третьи говорят, что трудно, когда продвигается ребенок. Разные были ответы. Я спрашивал, что самое приятное при рождении ребенка. Говорят, ну как, первый крик, новая жизнь, сыночек или доченька, то есть это ребенок и так дальше. Но сейчас я продолжаю отвечать на вопрос «Три задачи мамы при рождении ребенка или уроки Рождества». Что значит родить ребенка? Что это значит? Это значит пройти через боль и скорбь. Я родила. Родить это непросто. Это подвиг. Но слава Богу за детей. Что значит родить ребенка? Смотрите, как здесь написано. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Потому что пришел час его. Но когда родит младенца, уже не помнит скорбь от радости, потому что родился человек в мир. Скажите слава Богу. Я делаю параллель с духовным рождением. И хочу, чтобы вы сейчас просто получили жизненно важные уроки. Уроки Рождества. Вы знаете, что есть истина в том, что многие люди избегают скорбей и боли. Но они все же страдать будут. Я говорю, это на основании Библии. И радости там бывает иногда немного. Почему? Потому что есть большая разница. Одни страдают, потому что имеют детей, а другие страдают, потому что их нет. Но это разные скорби. Когда вы страдаете, имея детей, вы вкладывая себя в них, вы имеете надежду, победу, благословение и жизнь. Но не имея их, вы тоже будете страдать. Но это не принесет вам ни радости, ни счастья. Помните, я говорил, что почему, например, люди грешат? Основная причина, почему люди грешат, они не желают страдать. Себе, любимому, трудно отказать, если чего-то очень хочется. Послушайте. Но христиане, они страдают, потому что не желают грешить. А грешники страдают от последствия греховной жизни. И эти страдания начинаются на земле и продолжатся в вечности. Каждый вправе выбирать выбор за нами. Но сделай правильный выбор прямо сейчас во имя Иисуса. Итак, женщина, когда рождает, терпит скорбь. Вы знаете, я, когда делали мне пересадку костного мозга, то врачи мне сказали, что вы будете испытывать такие муки, как женщина при рождении ребенка. Поэтому я физически ни одного ребенка не родил, но я уже чуть-чуть представляю, что это такое. Поэтому я могу проповедовать на эту тему. Значит, когда они меня предупредили, и у меня здесь в пояснице началась боль, как волны как бы находят, и оно распространяется по всему телу. И я не знаю, что делать, просто хочется просто кричать. Врачи пришли и дали мне обезболивающую таблетку одну. Ничего не помогло, еще усилилась боль. Они пришли, дали еще одну таблетку, ничего не поменялось. Боль не ушла. Потом они подключили обезболивающую прямо в вену, и как-то чуть-чуть все успокоилось. Женщина, когда рождает ребенка, терпит скорбь. Кстати, я с женщинами беседовал и спрашивал об этих скорбях. Некоторые мне говорят, вы понимаете, я говорю, пастор, я на обезболивающих. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, есть такие уколчики специальные. Даже при уколах не каждый решается родить. А другие говорят, я вот до укола так напереживалась. Поэтому, еще раз повторяю, женщина, когда рождает, терпит скорбь. чтобы родить человека свыше, есть часть Божья, есть часть человеческая. Наше участие. Надо массу усилий, жертв, и иногда надо пройти через много скорбей, чтобы человеку послужить и помочь. Мало времени, чтобы рассказать вам несколько примеров, но это неминуемо. Но что бывает потом? А потом, послушайте, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, все забывается быстро, потому что в мир пришел новый, новый человек. Вы знаете, что пастыря не только пасут овец, а рождают овец овцы. Да-да, это наша евангелизация, это наша миссия, это наше призвание служить, проповедовать, приглашать, вы меня слышите? И когда Бог касается человека, и он рождается снова для новой жизни, то что было потом? Все быстро забудется, потому что человек стал новым творением в Иисусе с Крестья. Следующий момент. Что значит родить ребенка? Это чему-то научиться. Это мой просто опыт, мое сострадание, другим желание послужить и помочь. Вы согласны со мной, что одно дело слушать или слышать от кого-то, как рождаются дети, и другое дело самому родить? Правда, есть разница? Женщины, вы хоть чуть-чуть меня понимаете? Чуть-чуть. Это есть большая разница, поэтому я читаю вам стих, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, это Павел говорит. Умею жить и в скудости, и умею жить в изобилии. Почему? Потому что научился всему и всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. Поэтому что значит родить ребенка? Это чему-то научиться. Мы в церковь приходим тоже с той целью, чтобы чему-то научиться. И вот послушайте, я вам уже говорил, что Бог дает детей, и Он дает на детей. И очень важно научиться нам, христианам, доверять Богу. Еще, что значит родить ребенка? Это значит измениться к лучшему. Это значит измениться к лучшему. Вы знаете, что самое ужасное в жизни человека? Послушайте меня. Самое ужасное в жизни нашей это пройти через родовые муки и ничего не родить. Самое ужасное это пройти через родовые муки и родить мертвого ребенка. Вы скажете, о чем пастырь ты говоришь, как это понять? это значит, когда вы проходите через испытания и скорби, а у вас после, как вы вышли из них, у вас ничего не осталось, кроме горечи и обиды. Родить ребенка это значит измениться к лучшему. Родить ребенка невозможно не не пройдя через скорби, а проходя через скорби, мы можем чему-то научиться, закалиться, сделаться сильнее и измениться. Слава Иисусу Христу! очень важно не но если вы чему-то научились, если вы изменились, если вы закалились, то вы о скорбях своих быстро забудете, но если не случилось этого, вы ничего для себя не родили, не научились ничему хорошему, то вы будете знаете приблизительно как жить? Тот не подошел ко мне, тот мне руку не подал, тот мне не так поговорил со мною, меня вообще никто не встретил, мне места в церкви не оказалось, но я мог бы этот перечень продолжать и продолжать, но я просто удивляюсь, как многие этим живут, и так получается жизнь проходит, настрадался по уши, но родить ничего не смог, мое пожелание для вас, это мое напутствие уже в Новый год, не забудьте это, и в радости, и в горе, какой бы ни был стресс, держите под контролем мозги, язык и вес, аминь, братья сказали, аминь, спасибо, друзья мои, просто я вас очень люблю, и благодарю Бога, как Бог работает в моем сердце безмерно, я сам удивляюсь то, что я проповедую вам, просто Рождество праздную уже давно, но никогда вот таких мыслей в сердце мое не приходило, и я говорю вам сейчас жизненно важные истины, послушайте меня внимательно, вы видели когда-нибудь корабль, молодежь, вы видели когда-нибудь корабль, так вот послушайте, корабль, он не страдает, и он не тонет, когда он в воде, но он начинает тонуть, когда вода внутри корабля есть. Когда вода в нем, вы слышите меня? Та же картина происходит с нами, в чем здесь суть? То есть, ну, не так важно, через какие испытания или скорби мы проходим, но очень важно, что происходит внутри нас, если несмотря ни на что ты спокоен, ты особо благословен в практической жизни. если несмотря ни на что ты не выходишь из себя, ты настоящий христианин. Но что-то происходит, когда вода попадает внутрь корабля, а все, что внутри, оно обязательно что? Выйдет наружу. нам будет какое-то время стыдно, стыдно за себя, и мы будем думать, неужели это мы, неужели это я? Поэтому корабль в море это жизнь человека среди сложностей, борьбы, недопонимания и скорбей. Но ваш корабль никогда не пойдет ко дну, пока вода не проникнет внутрь корабля. разрушение приходит в жизнь каждого человека, когда его сердце сломлено, его дух сломлен, его сердце поражено, когда он вместо того, чтобы родить что-то хорошее, чему-то научиться, приобрести какой-то опыт, он сломался и тонет. Говорит, я ему скажу, я ему скажу, я пойду ему скажу, а что ты скажешь, да он там считал меня ни на что, не обращал на меня внимания, я ему скажу, так это же было давно, не имея значения. Я помню, люди добрые, мы на одном корабле, у нас есть цель, нас ожидает тихая пристань, и Бог сегодня призывает всех нас к новой жизни, когда мы проходим какие-то трудности, у нас есть одно желание такое, рассказать другим, через что я прохожу, какие испытания случаются в моей жизни, но Бога интересует одно, чему вы научились при этом, и как вы изменились, золото, оно остается золотом, и чем больше огня, тем оно чище становится. Иногда новые люди приходят к нам, например, и они думают, что здесь ангелы встретили обыкновенного человека, а он не улыбнулся там, или руки не подал в рта, не, я больше не пойду туда. И главное, почему я это говорю, и получается, что не он виноват, что он уже к Богу безразличен, а все остальные. Мы сюда приходим, чтобы меняться самим и менять других. Вы слышите меня? А мы пришли не к людям, а к Богу, которому мы хотим служить, верить и подражать. Слава Иисусу Христу! Да будет имя Бога благословенно. Смотрите, что Библия говорит. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Что это значит, друзья мои? Я был пастырем в церквях, новых церквях, которым просто проповедовал Слово Божье. Я был один из проповедующих. И люди родились через благовествование, через проповедь к новой жизни. Вы не представляете, что это за люди и какие у нас были отношения. Они были очень хорошими, теплыми, прекрасными, потому что это уровень духовного отцовства. Это то, чего иногда не хватает в современной жизни. Уровень духовного отцовства. Ты не просто кому-то служить, спасешь, а ты их духовный отец, а они духовные дети. И меня часто спрашивают, ну это хорошо, пастырь, а что нам делать, если мы, например, не родили, но люди приходят, и их немало. Оказывается, тоже есть шанс. Какой? Павел просто говорит, дети мои, за которых я снова в муках рождения. Вы меня слышите? Вам хочется всем, чтобы у вас отображался Христос, или хотя бы в других? Правда хочется, особенно в других. Оказывается, это просто проходи через родовые муки. Страдай вместе с Ним. И когда ты через эти муки пройдешь, этот человек тебя никогда не забудет, как духовно отца. Он будет благодарен тебе всю жизнь. Вообще, у вас есть дети такие, которым вы служите именно так, как я сейчас говорю. Вы себя чего-то лишаете, вы через что-то проходите, вы теряете свое время с единственной целью, чтобы этому человеку помочь. В конце концов, он начинает понимать, и в какой-то момент он прозревает, и говорит о тебе уже, не просто как у нас там, не говорит, это мой духовный отец, моя духовная мать. Меняются отношения, это совершенно другой уровень отношений в христианстве. Аллилуйя! Слава Иисусу! И мы можем их иметь. Я вдохновляю вас так жить. Друзья мои, вот смотрите, Христос, пройдя через испытания, через отвержение, предательство и даже смерть, вы помните это? Сказал в свое время самые прекрасные, самые трогательные и победоносные слова. Какие это слова? Он однажды сказал «свершилось». Что свершилось? Скажите, что? Спасение человечества. Да, мы вспоминаем Рождество, Он пришел в мир как спаситель, но когда Он был на земле, Он мог быть спасителем для отдельных личностей, которые слушали Его, которым Он служил, просто обращал их к Богу или просто исцелял, но Он пришел, чтобы спасти все человечество. Вы слышите меня? Как это было возможно? А оказывается, надо было не только родиться, а самому пройти через родовые муки. Вот представьте себе такую маму, например. Она рожает ребенка, ну боль прижала ее так, но так прижала, что она говорит врачам «Не буду рожать, все, стоп, передумала». Больно, как-никак, вы поняли? Или такую маму говорит «Слушай, не могу, разрезайте вот здесь, что хотите, делайте». Вы понимаете, о чем я говорю? Что было бы, если бы Христос, проходя через эти страдания, в какой-то момент сказал «Все, ребята, хватит издеваться, я тоже человек, как иногда люди говорят, я тоже живой человек, извините меня, резать по-живому или обижать моих детей, извините меня». «Я все могу тебя простить, вытерпеть, но мои дети, это серьезно». И все, и все, и рушат соотношения. Приходит осуждение в нашу жизнь. Это уже другой уровень христианства. «Вместо того, чтобы приобретать, ты начинаешь незаметно что-то терять. Ты не наслаждаешься жизнью, ты пытаешься жить, ты выживаешь, но ты не живешь». А Христос, пройдя через смерть, сказал, умирая, свершилось. Говорит, «Господи, Ты достиг во мне своих целей, и благодаря Тебе и Твоей любви, я здесь на кресте ради человечества на земле». Что свершилось? Свершилось спасение Твоего мира. Вы меня слышите? Как оно совершилось, когда Христос пришел, прошел через родовые муки? Вы слышали когда-нибудь, вот, я недавно слушал, что пришли спасатели, и один или двое погибло. О них пишут, это работа. Но так случилось, что-то обвалилось, где-то попал в какую-то в окружение огня, они сгорели, их помнят, они говорят, это люди. А Христос, можно сказать, Он умер за каждого из нас, спалив себя, чтобы ты мог жить. Свершилось тебе решать убегать из горящего дома или оставаться в нем, но они, Он открыл для тебя возможность и дверь. И люди, которые откладывают свое покаяние на потом, они пытаются обмануть Бога, но этого сделать невозможно. Бог говорит, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Вот почему в нашей церкви все идет по графику, по плану, по программе. только покаяние и дети вне программы. Это можно сделать в любой момент, когда Бог прикасается к твоему сердцу. И еще один момент, я все не успею сегодня, но хотя бы один. Что значит родить ребенка? Я уже сказал следующее. Что значит спеленать ребенка? что значит спеленать ребенка? Вы обратите на это самое серьезное внимание, есть духовная пелена. Я о них отчасти сейчас буду говорить. Это значит сохранить, это научить, это поддержать и помочь человеку. Что значит спеленать ребенка? Это душепопечительство, это духовное отцовство, это внимание и забота о людях. Вы знаете, что везде, где рождаются дети, послушайте меня внимательно, там есть процент, процент сколько детей умерло. И вот как бы вот это заведение, оно как бы ценится, определяется по этому проценту. Если умерших при рождении небольшой процент, значит это хорошее заведение. Если умирающих много, значит извините, смертность большая, значит не работает, что плохо. Все это в какой-то мере относится или еще в большей мере к духовным детям. Послушайте меня как церковь внимательна. Покаяние, рождение своих, сокрещение, они требуют немало внимания и усилий, не так ли, и труда. при этом есть часть Божья, а есть часть наша. Мы радуемся, например, когда человек покаялся, когда человек принял крещение, правда или нет? Но у меня вопрос, кто будет пеленать их? Я еще раз повторяю, кто будет пеленать их? Начну с покаяния. Вот смотрите, когда человек кается, написано, на небе не бывает больше радости, как об одном грешнике кающемся. В церкви это тоже радость или нет? Слава Богу! И если человек, смотрите, кается, я хочу вас спросить, кто у нас покаялся в прошедшее воскресенье? Вы для себя подумайте, кто? Я это не случайно спрашиваю. Почему я спрашиваю? Потому что мне важно, кто будет пеленать их? Если у человека хватило веры, чтобы выйти вперед, у нас должно быть достаточно веры, чтобы этому человеку помочь. Вы слышали такой, как выброшенный ребенок? Мамы, папы, вы меня слышите? Вот мама родила, и чтобы избавиться от ребенка, такие ужасы не часто бывают, где-то там выбросила, ближе к мусору или куда-нибудь. Правда, это ужасно. Что-то подобное происходит и при духовном рождении. Мой подход очень простой. Если, например, идет служение, послушайте меня внимательно, идет призыв, а времени некто уже, чтобы спеленать, познакомиться с человеком, то лучше и не звать никого сюда. Если у нас нету времени помолиться об этом человеку, наставить, дать направление, не надо. Все должно остановиться ради того, кто вышел. Ход служения, отношения, моя молитва, все должно измениться. Новый человек рождается в мир. Если вы ее правильно ставите, он искренно помолится, он может уйти отсюда совершенно другим человеком. Кто пеленать их будет? Вы даже не представляете, сколько надо усилий, сколько надо молитв, какая должна звучать проповедь, чтобы она коснулась человека, чтобы он вышел. и это без Бога невозможно. Но пеленают люди. Но пеленают люди. Я хочу, чтобы вы просто услышали крик души, услышали для себя зов Божий. Вы видите, что Библия говорит, при недостатке попечения падает народ, а при многих советниках, что благоденствует. У нас люди, которые проявляют заботу о других людях, они заботливы, добры. Спасибо вам за это. Я приведу вам пример. Вот тут где-то Ваня сидит, он как раз меня снимает. Там сидел один такой человек полный-полный с женой сюда приходил. Я еще помню, когда она покаялась. Я хочу вас спросить. кто их пеленает. Вы можете мне сказать, что он такой большой и трудно. Я вас понимаю. Но я говорю о духовных вещах, друзья мои. Это наша персональная ответственность перед Богом. вы не можете десятирих спеленать, но сделайте это хотя бы одному. Придите, познакомьтесь, просто вцепитесь за человека и скажи, я буду вам служить, я буду вам поддерживать, помогать. Друзья мои, просто это крик души. например, например, вот любое дело в духовном мире, духовное крещение. Если что-то происходит, сказали количество, сколько там крестилось, слава Богу, но у меня вопрос, кто пеленать их будет. Если человек что-то получает от Бога, послушайте, и он его не использует, он этим не живет, это для него не проносит никакой пользы. Какая польза от машины, которая стоит в гараже, пусть это будет трижды Мерседес, машина нужна, чтобы ехать. Так любой дар от Бога, он должен этим человеком жить, пользоваться и служить. Но все, что человек получает без жажды, он никогда это ценить не будет и жить этим не будет. чтобы человек начал жить, его надо пеленать. Или еще один вопрос. Ну, собрались на молитву, говорят, вот какая жажда, люди побежали. я вам скажу о жажде. Если у человека жажда, то он придет на молитву и завтра, и послезавтра, и третьего дня, пока не получит желаемое. А если этой жажды нет, то это скорее интерес, но не жажда. Можно этот пример водное крещение люди принимают. Это праздник или нет? Вроде бы люди пришли, покаялись, крестили, мы их сосчитали, все чудесно. Но у меня вопрос, кто пеленать их будет? Я говорю, очень искренне серьезные вещи, друзья мои. Я хочу, чтобы это нашим было призывом в новом наступающем году. Хорошо, когда люди приходят в церковь, но они не должны исчезать незаметно куда. и неизвестно как. А это возможно только при одном условии, когда мы будем пеленать вновь родившихся христиан. Как, с чего начинать надо? Просто моя мама, когда мы были маленькие, она ложила нас спать, она пела такие псалмы, край чудесный нас ждет там на небе, или же я буду спевать и кожен час журбы в меня нема. Ее сейчас в живых нет, но я эти песни теперь пою. Она меня пеленала, когда ложила спать. Вы думаете, что это мало важно родители, но очень важно, как ваши дети засыпают и что они слушают. Еще один пример. Один мне говорит человек, а моя мама пела всегда, а я грешник бедный, правда я таков. Но говорит, когда просто ее не стало. Однажды я начал это петь, и на меня сошел Дух Святой, я упал, начал молиться и каяться, вспомнил маму, пеленки, а другие говорят, наши дети, они от рождения слушали Библию в записи на магнитофоне. Но удивительно было то, что когда они чуть-чуть выросли, подросли, они уже многие места из Библии просто некоторые стихи знали наизусть. Почему не так много желающих пеленать детей? Послушайте, ну в основном это мамы, сейчас уже и папы так чуть-чуть включаются, слава Богу. Но суть не в этом, друзья мои. Почему мало желающих пеленать? Потому что запахи в основном неприятные. И работа такая, ну как бы такая неблагодарная. И все это стирка. Ну вы меня понимаете хотя бы чуть-чуть? То есть если ты найдешь или кого-то найдешь и возьмешься пеленать, то я не могу сказать, что все будет у тебя прекрасно. И запахи будут, и проблемы будут, но если у тебя получится, ты спасешь человека от смерти, ты поможешь ему устоять, выстоять в начале пути, не сбиться с дороги, не заблудиться, но наоборот жить новой благословенной жизнью. Вы помните, что сделала мама Моисея, когда ребенку угрожала опасность? Кто знает? Она спеленала его, положила в корзинку. Вообще где в Библии написано за асфальт? Где? Осмолила асфальтом, правильно, корзинку, пустила на водичку, не бросила как-нибудь никуда. А где в Библии написано за самолеты? О самолетах, кто знает? Написано, чтобы они не погибли от истребителя. Она положила его, чтобы его спасти. это отношение отцовства, материнства. И в результате Моисей был большим человеком, вождь израильского народа, благословенный и служащий благословением для других. Да или нет? Почему? Потому что кто-то его спеленал. Кто-то ему дал жизнь. У нас много работы, друзья мои. Многие еще придут сюда, но у нас много работы. Это твое и мое призвание. Вы должны понять, что даже мертвые вещи, они нуждаются в какой-то заботе и в каком-то уходе. Правда? Дом, машина. Правда или нет? Мой сын, сынок Руслан, он иногда машины туда-сюда имеется в виду продает. Но когда ему надо помыть, почистить, он приезжает ко мне домой. И я вижу, как он ее чистит. Я когда вижу это, то думаю, ради этого уже стоит эту машину купить. Он ее пеленает. Человек приходит, первое впечатление особенно женщины, она говорит, вроде бы чистенькая. Потом она на мотор посмотрит, если вообще посмотрит. даже мертвые вещи, они нуждаются в заботе. Так точно Дом Божий, друзья мои. Чем больше приходящих сюда, тем больше у нас заботы и дел. Поэтому будьте благословенны в этой практической христианской жизни. Поэтому само попечительство или можно сказать спеленать ребенка, это проявит заботу о человеке. это помочь человеку, это поддержать, это проявить какое-то усердие. Запомните, что душепопечительство необходимо для того, чтобы человек смог достичь целостности, зрелости, мог вырасти духовно, чтобы потом служить другим. Я свою проповедь заканчиваю. Я не буду сегодня говорить, что значит положить ребенка. Может быть, когда-нибудь я вам сказал две важные истины. Что значит родить? А вы запомните только одно, проходя через родовые муки, это уже когда зашкаливает, все зашкаливает, все зашкаливает, рождайте что-нибудь хорошее. чтобы родить плохое, большого ума не надо и усилий тоже. Вот так все. Я говорю искренне, друзья мои, послушайте, даже когда у вас нет настроения, вы сломаны внутри, вы разбиты, вы недовольны, вам не то, что лучше не служить, пока вы не успокоитесь, не петь, даже дом убирать не советую, вы ее сделаете еще хуже. Да-да-да, успокойся, а потом сделаешь. И еще один, пеленайте. Люди вокруг вас, они нуждаются в вашей помощи. И скажите, когда мы будем молиться, Господи, я согласен, я согласна, я буду это делать. Я буду находить этого человека, пусть он будет один, два, но я ему помогу. Я хочу быть духовным отцом, духовной мамой. Я хочу рождать с помощью твоих новых людей для Царства Небесного. Я хочу увидеть этих рожденных и пеленать, чтобы они не потерялись, чтобы они не оказались выброшенными. Мы есть духовные отцы для других. Да будет имя Бога благословенно, ему вся слава, ныне и во веки. Аминь. Субтитры